Слава Украине! Привет всем от Полонского! Как я и говорил, Китай наплюет на Россию, причем наплюет с большой буквы, с большой горки, и будет дружить с Соединенными Штатами Америки. Это было абсолютно очевидно всегда и более чем очевидно сейчас. Значит, смотрите, в чем дело. Вот когда был Блинкен в Китае, они в результате очень такой интересный подписали документ, который, в принципе, снимает все вопросы наиболее острые между США и Китаем, в том плане, в котором они могли привести в результате к каким-то боевым действиям, не дай бог, или же серьезным, мягко говоря, последствиям. Значит, это вопрос Тайваня. А именно Путин рассчитывал на то, что вопрос Тайваня как раз толкнет Китай в объятия Россиюшки. Зачем ему вообще Россия? Это пустое место для него. Это просто донор территории. Вот, подтолкнет в объятия Россиюшки, и они с Китаем, и там еще с целым рядом прихлебателей типа Орбана, Эритреи и так далее, и так далее, создадут такой антиамериканский фронт, и будут, и уж там покажут, говорится, диктаторским таким кулаком покажут кузькину мать всему миру. Получилось все совсем не так. Я тысячу раз говорил, что никогда в жизни Китай не будет рисковать отношениями с миром, на который завязано 50 и более процентов его экспорта, я имею ввиду западный мир, да? Ради Россиюшки, торговля с которой составляет статистическую погрешность в экономике Китая, то есть меньше 2%. Ну, китайцы похожи на идиотов. Они кто угодно, но не идиоты, и не дураки, и не простопили. Они очень практичные люди. И великолепно знают арифметику. Умеют хорошо считать, поэтому... У них даже и вопросов не стояло никогда в жизни, кого поддерживать в этом мире. Конечно, США. И вот... Но, опять, с Америкой была самая такая больная точка, болючая, это Тайвань. В результате они пришли к такой вот интересной формуле, когда Соединенные Штаты Америки не признают независимость Тайваня и рекомендуют правительству Тайваня проводить такую политику с Китаем, которая в результате когда-нибудь приведет к одной стране. Вот и все. Но де-факто Тайвань остается независимым. Китайцы же со своей стороны не угрожают Тайваню оружием. Вот, собственно, и все. Вот к чему они пришли. С тем, чтобы не подвергать опасности свои торговые отношения, которые являются очень важными для Соединенных Штатов и критичными для Китая. И, собственно говоря, так они и порешали. И вот что пишет. А подтверждением этому являются слова агентства Синьхуа. Это государственное агентство новостей Китая, которое ничего просто так никогда в жизни не пишем. Итак, смотрите, что они сказали. Это очень доброжелательный такой был момент. Значит, смотрите. Мы не желаем бросать вызов США. В мире есть достаточно места для нашего совместного развития. Ключевая фраза. Мы не желаем бросать вызов США. Действительно. Зачем им бросать вызов стране, только от одной которой 20% китайского экспорта зависит. Вы что? А для Китая что главное? Для Китая главное кормить полтора миллиарда людей. Вовремя, четко, красиво, чтобы они всегда у них были накормлены. Чтобы у них не было никаких левых мыслей восставать. Потому что мы помним, да? Китайская революция это... Чтобы вы понимали масштабы китайских революций, когда у них что-то происходит. Вот в одной из последних китайских революций погибло просто, потому что там одни китайцы не смогли договориться с другими. Погибло людей больше, чем за всю Вторую мировую войну. Кто-то на это обратил внимание. Нет, снаружи никто не обратил внимания, но китайцы прекрасно помнят. Им такое не надо. Им надо стабильное, четкое развитие без, самое главное, без каких-либо эксцессов. Вот это им самое главное. Потому что, сами понимаете, эксцесс в стране с населением в полтора миллиарда человек приводит к гигантским жертвам. Вот, китайцам это не, 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 не. Ни в коем случае. Соответственно, они выбирают развитие. Они выбирают экономику. Именно чихать на Россию. Господи, прости, что такое Россия? Это клоп, который там под забором лазит. И шуршит листво. И то не в состоянии делать. Вот, собственно, и все. Поэтому, между Россией и западным миром, мы будем говорить так, потому что США это подразумевает под собой весь западный мир. Тут понятно, что за ними пойдут. И понятное дело, Китай выбрал западный мир. Соответственно, никакой помощи от Китая России не было и не будет. Единственное, что он смотрит на них, как на, я же говорю, как на постачальника территорий и невест для китайских женихов. У них там переизбыток женихов. А Путин организовал переизбыток невест на Дальнем Востоке. Одно к одному все прекрасно сходится. Да, древизину тоже не забудьте.